И скучно и грустно, и некому. Американцы начали бояться Эстонии. Радия. Спутник. И скучно и грустно, и некому. Американцы начали бояться Эстонии 9 часов. AFP. 2019. Райго Паджила. Протеста против нового правительства у здания парламента Эстонии в Таллине. 4 апреля 2019 года. AFP. 2019. Райго Паджила. Правительственная коалиция в Эстонии складывалась, складывалась и сложилась. Такая разнообразная, трехликая. Причем на два из этих лиц без слез не взглянешь. Уж на что в США крепкие ребята, а взрыднули. 2 мая, 12 часов. От Таллина до Москвы. Пойдет ли новое правительство Эстонии за президентом? После визита президенту Керсти Калюлайт в Москву у части населения Эстонии появилась робкая надежда, что в отношениях двух стран наступит потепление. Но поводов для оптимизма, похоже, нет. По крайней мере, новое национал-центристское правительство их пока не дает. Имидж Эстонии в глазах остального цивилизованного человечества серьезно испорчен, потому что к власти в стране пришла не совсем правильная коалиция. С этим утверждением американского издания Politico, которое приводит портал Delphi, можно было бы и согласиться, когда бы не несколько но. От новой коалиции пахнет действительно дурно. Тем не менее все эти писания о правильных и неправильных результатах выборов ничуть не лучше. Этот возглас из-за границы своего рода гуманитарная помощь проигравшим, но она не даст никакого результата. С чувством легкой брезгливости приходится наблюдать бурление околополитической жизни в Эстонии, возникшие после очередных парламентских выборов. К ужасу части политического бомонда нашей весьма небольшой страны, все сложилось не так, как задумывалось. 26 апреля, 13.39 эксперт. Позиция Эстонии в отношении России под пристальным контролем. Эстония потеряла сотни миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил посол РФ в Таллине, призвав вернуться к нормальным двусторонним отношениям. В эфире радио «Спутник» эксперт Владимир Брутер поделился мнением о том, прислушаются ли эстонские власти к этим призывам. К власти не были допущены представители партии «Реформ», которые рассчитывали триумфально вернуться на политический Олимп, откуда их пару лет назад с позором спустили вниз, в народ. Ну, конечно, не совсем в народ, а на места рядовых парламентариев. Но как можно сравнить жесткие депутатские сидения с мягкими министерскими креслами? Да и для окормления собственной важности гораздо приятнее называть себя господин или госпожа-министр, нежели депутат. Однако реформистов за их высоко задранные носы не очень любят политики из других партий, и поэтому их прокатили при создании правительственной коалиции, оставив неудел. Да и по делам, может, это чуть-чуть собьет с них спесь. 25 апреля, 11.44 политолог, антирусские политики пытаются наказать президента Эстонии. Президент Эстонии Керсти Калюлайт отвергла критику за встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ. О том, почему глава эстонского государства подверглась нападкам, в эфире радио «Спутник», рассказал политолог Михаил Смолин. Много писать и рассказывать здесь не нужно, достаточно одного примера. Председателем парламентской группы в защиту слова стал Рубин Каулеп, член ныне правящей партии консерваторов, обожающий Гитлера и все с ним связанное. До своего пришествия в депутаты парламента Эстонии этот молодой человек был не раз замечен в том, что в пьяном виде любит выкрикивать в общественных местах нацистские лозунги. За дурное поведение его изгоняли даже из сталинских и тартусских пивных, но для парламента Каулеп оказался в самый раз. Представить, что такое свобода слова по-каулеповски, достаточно страшно. Но самое грустное, что у этого пылкого нациста есть теперь возможность превратить эту страшную сказку в быль. 4 апреля, 12.12 ситуация зашла далеко. Эксперт о призыве в Эстонии отменить санкции экс-мэр Таллина попросил отмены санкций после сожжения 72 тонны эстонской кильки в России. В эфире радио «Спортник» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутиер высказал мнение о том, услышат ли эти призывы эстонские власти.